итак начнем обзор материалов для платья костюмная вискоза немного стречевая это у нас для лица корсета ткань довольно мягкая тянется в поперечном направлении вот такая она приятная на ощупь и дублировать лицо корсета мы будем дублерином на трикотажной основе он тоже тоненький и тянется в поперечном направлении немножко вот такой он полупрозрачный довольно мягкий это наше лицо корсета далее изнанка корсета у нас будет из европодклада тонкая ткань не тянется ни в одном направлении также из европодклада у нас будет нижняя юбка платья и проклеивать изнанку корсета мы будем дублерином на хлопчатобумажной основе его еще называют клеевая бязь это турецкий производитель вот дублерин довольно плотненький хорошо держит форму и не тянется так же как и европодкладка не тянется ни в одном направлении вот это наша изнанка корсета лицевая юбка платья будет у нас из мульти шифона вот такой полупрозрачный материал также нам понадобится сетка для кокетки платья сетка у нас стопроцентная синтетика нейлон тянется хорошо в одном направлении на теле практически незаметно для чашек корсета мы будем использовать фельдс или фетр 2-3 миллиметра толщиной и воротничковый дублерин и также для чашек нам понадобится синтепон для декора платья будем использовать кружево это вышивка на сетке выбирала по принципу такому чтобы можно было вырезать элементы из кружева и уже в таком порядке каком мне захочется укладывать это кружево на корсет вот такое красивое интересное кружево и кружево мы будем украшать стразами и полу жемчугом выбирала я размер страз по рисунку кружева исходя из рисунка кружева то есть каждая стразина у меня должна будет занять свое место на кружеве и я знала какой размер какого элемента у меня допустим кружочка цветочка и я примерно предполагала что страз будет у меня располагаться в центре цветка крупный страз мелкий страз будет в другом месте и какие-то жемчужинки я тоже предположила что они будут в каких-то элементах кружева присутствовать и я подбирала уже исходя из кружева я подбирала размер стразовых элементов полу жемчуга ну тут как говорится дело дизайнерского вкуса каждый на свой вкус может выбирать украшение для кружева у вас это может быть совершенно другое украшение какое вам по душе также нам понадобится молния для сшивания в юбку 50 сантиметров потайная ригелин шириной 12 миллиметров вот такая у меня коробочка и еще нам понадобится пищевая пленка для защиты манекена от клея когда мы будем расклеивать кружева на сетку работаем с выкройкой в этом курсе вы получаете выкройки в формате pdf первый комплект лекал это основное лекало корсета без среднего шва по центру переда лекало в пяти размерах его мы будем с вами видоизменять позже и вы получите видоизмененное лекало также но это будет лекало в одном сорок втором размере также вы получите лекало сетки кокетки для платья и вот наше основное лекало перед распечатыванием лекала обязательно проверьте тестовый квадрат он у нас должен получиться 2 на 2 сантиметра и измерять мы его должны изнутри вот таким образом далее срезаем с одного листа излишки бумаги и склеиваем наше лекало вырезаем также поступаем с центральной частью переда и обязательно нужно проверить центр переда чтобы он был ровный линеечкой мы проверяем правильно ли мы склеили наше лекало 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 в пяти размерах у нас готовы начиная от сорок второго и заканчивая пятидесятым вот так выглядит замеры сорок второго размера проконтролируйте пожалуйста свое лекало при распечатке и теперь остановимся на чашке в нашей выкройке в нашем лекале дана чашка для сорок второго размера для того чтобы перенести такую чашку увеличить ее на больший размер вам нужно будет измерить расстояние от среза корсета сорок второго размера до чашки и затем эти значения перенести на лекало большего размера сейчас я вам покажу пример допустим мы берем лекало пятидесятого размера обводим лекало пятидесятого размера обязательно ставим все метки линия груди линия под грудью линия талии и теперь измеряя расстояние до чашки в сорок втором размере мы переносим это значение для пятидесятого размера в данный момент по рельефу мы убираем 1 и 2 то есть у нас чашка идет без припусков на швы вот линию под грудью мы поставили следующий этап мы переносим вытачку аналогично как в сорок втором размере мы ставим направление вытачки для пятидесятого размера эта вытачка может быть немного больше то есть если в сорок втором размере у нас вытачка по центру переда составляет один сантиметр и два миллиметра то для пятидесятого размера эту вытачку можно увеличить почти до двух сантиметров все остальные замеры мы делаем и переносим синхронно для большего размера с боковой частью переда мы поступаем таким же образом переносим обязательно все контрольные метки и измерив расстояние в сорок втором размере переносим на больший размер и хотелось бы обратить еще ваше внимание на вот эту нашу боковую перемычку которая ведет от бока к чашке вот эту перекладину от бока до чашки вы ее должны оставить или такого же размера как в сорок втором либо увеличить ее на пол сантиметра или на сантиметр но не больше у нас должна увеличиться чашка а не перекладина снимаем мерки обхват груди обхват под грудью обхват над грудью грудь перед под грудью перед над грудью перед обхват талии высота бока расстояние между центрами груди глубина выреза высота чашки высота спинки длина юбки с учетом каблука изменение лекала на индивидуальную фигуру в рамках смысл длина юбки в реакторе до Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok